Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Евгения Фахурдинова. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. У православных христиан начался Великий пост. Выставка «От Аввакума до Агафьи. Наследие старобрячества» открылась в музее-заповеднике «Коломенское». Всемирный день писателя. Книги объединяют. А теперь более подробно об этих и других новостях. Великий пост – это дорога, которая ведет нас к празднику Пасхи, Светлому Христову Воскресенью. Чтобы пройти по этому пути, отцы церкви рекомендуют наложить определенные ограничения, в том числе и в питании. Почему пост – это немодная диета, расскажем в следующем сюжете. Каждый год даты Великого поста меняются. Согласно православным канонам, его время приходит ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней, до субботы, предшествующей Христовому Воскресенью. В этом году Великий пост начинается с 7 марта и продлится до 23 апреля. Этот период делится на Святую Четыридесятницу, Лазареву Субботу, Вход Господень в Иерусалим и Страстную Седмицу. Великий пост – это не просто какое-то календарное событие. Великий пост – это наша встреча с Богом. И поэтому в течение всего Великого поста мы собираем все свои внутренние силы, все силы своей души для того, чтобы, освободившись от зависимости, приблизить себя к свободе. Христиане вступают в Великий пост с целью духовного очищения, поэтому воспринимать пост как диету неправильно. Тем не менее, существуют общие правила питания. В эти дни не рекомендуется есть пищу животного происхождения – мясо, яйца, молочные продукты. В праздники Вербного, Воскресенье и Благовещении Пресвятой Богородицы допускается употребление рыбы. Другие морепродукты также не входят в число запретных. Если мы воздерживаемся только в пище, и на нашем столе кроме хлеба и воды ничего нет, то это очень хорошо, это замечательно. Но если при всем при этом я продолжаю ненавидеть своего ближнего, если я продолжаю гневаться, то никакого толку от постного стола мне не будет. Соблюдение Великого Поста – дело добровольное. Священники подчеркивают, что в первую очередь важно очищать дух, а не тело. Для этого нужно больше времени уделять молитве, читать Библию и Псалтырь, посещать храм, помнить о покаянии, признать и осмыслить свои грехи, следить за собой, а не за другими. Совершать как можно больше добрых дел, уделить время близким и говорить больше приятных слов – не из нужды, а чистого сердца. Выставка «От Авакума до Агафьи. Наследие старобрядчества» открылась в музее-заповеднике «Коломенское». Она приурочена к 400-летию легендарного протопопа Авакума, борца за древние традиции русского православия. Какие экспонаты помогут посетителям ближе познакомиться с историей старобрядцев и почему для выставки выбрали именно «Коломенское» – узнаем прямо сейчас. Выставка «От Авакума до Агафьи. Наследие старобрядчества» подготовлена по инициативе Метрополии Русской Православной Старобрядческой Церкви и при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. Экспозиция из более чем 400 предметов XVI-начала XX веков представлена во дворце царя Алексея Михайловича. Все они рассказывают об истории старобрядчества в России, и многие из них зрители увидят впервые. Это масштабный проект, в нем приняли участие многие музеи, центральные, частные коллекционеры, архив древних актов. И здесь представлены уникальные автографы протопопа Авакума, документы, связанные с различными событиями старобрядческой истории. Здесь представлены рукописные книги. То есть все, что только можно было собрать такого интересного, показательного, на этой выставке представлено. Выставочный проект призван не только познакомить посетителей с основными вехами старобрядческой истории, но и с людьми, для которых сохранение древнего православия стало ведущим жизненным принципом. В экспозиции представлены портреты XVIII-XX веков, что дает возможность увидеть лица людей разных эпох. Среди экспонатов можно выделить самое ранее из известных изображений протопопа Авакума, икону, написанную в конце XVII-начале XVIII веков на Керженце. Уникальные автографы протопопа Авакума и Боярине Морозовой, этюды Василия Сурикова для знаменитой картины Бояриня Морозова, подлинные документы времен Соловецкого восстания. Значимый раздел выставки составили артефакты из двух старобрядческих маленных, которые располагались в окрестностях Коломенского, а сейчас находятся в фондах музея-заповедника. И здесь как раз мы с вами можем понять, почему эта выставка экспонируется в Коломенском, потому что здесь тоже было это старобрядческое село, здесь было несколько старобрядческих маленных, и в большом зале, в двух залах представлены памятники, которые когда-то составляли интерьер этих маленных, рукописные книги, иконы. Выставка будет доступна до 15 мая. Экспозиция сопровождается уникальным VR-контентом в специально снятом интерьерах Покровского кафедрального собора Старобрядческой церкви, расположенного на Рогожском кладбище. Каждый гость Коломенского может посетить его и рассмотреть с разных сторон, просто надев очки дополненной реальности. Накануне состоялась онлайн-встреча руководства фонда «Русский мир» с представителями Русского центра при Национальном автономном университете Монагуа, на которой участники обеих сторон обсудили совместную работу и планы на будущее. Напомним, что прошло больше пяти лет с момента открытия Русского центра в Национальном автономном университете Никарагуа, старейшем университете Центральной Америки, основанном в 1812 году в городе Леоне. Русский центр «Унан Монагуа» ставит своей целью продвижение русского языка и литературы, русского искусства и многоэтнической культуры в современной жизни и истории России. Одним из рабочих вопросов онлайн-встречи стало обсуждение смены руководства Русского центра. Теперь руководить им будет преподаватель русского языка, как иностранного Ирина Минчук. 3 марта – Всемирный день писателя. Эта дата объединила авторов и мастеров слова по всей планете. Предлагаю познакомиться не только с этим прекрасным праздником, но и с представителями данной профессии. Всемирный день писателя отмечают с 1986 года. Именно тогда, на 48-м конгрессе Международного пэн-центра, его участники учредили Всемирный день писателя. Изначально он был посвящен защите от цензуры всех пишущих людей. Правление Московской городской организации поздравляет всех литераторов, поэтов, прозаиков, издателей и, конечно, зачитателей эстафету нам передали. Александр Фадеев, Самуил Маршак, Александр Твардовский, Борис Пастернак, Юлия Друнина, Корней Чуковский, Роберт Раздественский, Константин Симонов и другие известные миру классики. Мы храним традиции русской литературы. Мы талантливые и деятельные. Но остается нерешенным вопрос. Как же отмечают этот праздник? В этот день награждают выдающихся литературных деятелей. В музеях и библиотеках проводят выставки книг. В пэн-центрах проходят презентации современных художественных произведений. Известные писатели устраивают творческие встречи, во время которых общаются с поклонниками. Я поздравляю вас со Всемирным Днем Писателя. Это очень важный день, который напоминает нам о том, что все мы вместе. И что нам нужно, когда мы пишем или читаем, перед своим мысленным взором представлять огромную большую аудиторию. И говорить то, что мы хотели бы сказать себе. И пожелать то, что мы желаем себе. Потому что писать на самом деле очень просто, когда ты пишешь искренне и говоришь от всего сердца. А еще во Всемирный День Писателя по телевидению можно увидеть передачи, посвященные этой дате. Радиостанции дают свои эфиры с целью обсуждения писательского дела. Наша редакция также присоединяется к поздравлениям и желает всем авторам вдохновения и успехов. Героями радиопрограммы «Десятая муза» на волнах радиостанции «Русский мир» стали создатели художественного фильма «Головокружение», посвященного Федору Достоевскому. Они рассказали о периоде его жизни во время написания романов «Преступление и наказание» и «Игрок». Режиссер Юлия Горбачевская, сценарист Мир Станкович и ученый-секретарь музея-заповедника Кузьминки Люблюно Мария Амельченко рассказали, как им удалось визуализировать миры Достоевского в фильме «Головокружение», встретиться с мистикой на съемочной площадке и привлечь знаменитых актеров. У нас, конечно, с Достоевским такая получилась связка химическая, с одной стороны творческая, потому что пришла очень мощная команда и как раз, я считаю, руководство тоже, да, усадьбы Люблюно удалось объединить под своей крышей просто, ну, очень известных артистов, которые почему-то оказались свободны на эти даты. В основе сюжетной линии события непростого периода в биографии Федора Михайловича. Он отвергнут любимой женщиной и погряз в долгах, что вынуждает писателя согласиться на кабальный договор со своим издателем. Достоевский принимает решение отправиться в усадьбу Люблюно, чтобы вдали от холодного Петербурга найти вдохновение и вновь обрести желание жить. Именно в усадьбе он продолжает работу над своим самым известным произведением – романом «Преступление и наказание» и начинает писать своего знаменитого игрока. Время, проведенное в этой усадьбе, становится одним из самых светлых моментов в жизни писателя. Мы подумали сделать некую художественную компиляцию атмосферы Петербурга и того места, где ему было очень хорошо, Кузьминок. И от этого получается вот это название головокружения, это метафора внутреннего мира художника, его внутреннего диалога, когда в нем происходит бесконечный вальс, бесконечная антитеза сочетания тени и света. Черная лошадь, пиковая дама, фигуры странствующих шарманщика и ребенка, копия картины Ганса Гальбейна-младшего. Все эти элементы плетут сложный узор фильма, в чем-то мистический и неразрывно связанный с биографией русского классика. Инициатором создания собственного фильма стало руководство музея-заповедника Кузьминки Люблино. Связано это было с тем, что в течение года практически до юбилейного года мы проводили научно-исследовательскую работу и узнали, что Федор Михайлович Достоевский провел прекрасные месяцы в усадьбе Люблино, которая сейчас входит в музей-заповедник. И именно идея вот этого лета, когда он был очень счастлив в усадьбе Люблино, она стала отправной точкой для наших размышлений о фильме. Съемки фильма прошли в музее-заповеднике Кузьминки Люблино. Насладиться картиной в интернет-пространстве зрители смогут уже осенью этого года. Точной датой мы поделимся в наших социальных сетях. Следите за информацией. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране-городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.rm.sobaka.yandex.ru До новых встреч и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин